Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На поляне был очередной женский приход. Виктория Исупова из Томска, ей 27 лет, она профессиональный педагог по вокалу. Ходят слухи о том, что у неё уже была близость с Ромой Гриценко. Но, как ни странно, девушка пришла не к Роме. Она выделяет Сергея Кучерова и Захара Соленко. Екатерина Зиновьева из Красноярска, ей 22 года, она тоже педагог по вокалу. Сергей Кучеров, к которому она пришла, категорически отказался общаться с девушкой. Тогда она выразила свою симпатию Алексею Чайчицу и Андрею Денисову, который находится на острове. Рома Гриценко, когда узнал о флирте его бывшей девушки Лизы Триандефилиди с Алексеем Чайчицем, удалил все совместные фото с ней. Хотя Лиза сама просила его ещё месяц назад их удалить. Денис Ковалёв задумался об уходе с проекта. Как он пишет, «Мне надоело жрать халявную колбасу, пора выходить в реальную жизнь». Ольга Бузова выступила с сольным концертом в Казани. Она осталась довольно тёплым приёмом. Марина Африкантова в очередной раз встретилась со своей подружкой Марией Кахно. Девушки отправились по магазинам и в кафе. Стала известна стоимость свадебного платья Саши Артёмовой. Этот наряд обошёлся ей в полмиллиона рублей. Дарья Пынцарь, публикуя фото со свадьбы, намекнула на беременность Саши. Она написала, что в кадре находится действующее, предвкушающее и планирующее. Все сразу поняли, что речь идёт о мамах. В сети смеются над поведением Вики Романец и Антона Агусева, которые присутствовали на свадьбе. Антон соблюдал диету и голодными глазами глядел на Вику, которая кушала всех подряд. Романец рассказала, сколько она тратит на шопинг. «Я могу пару месяцев ничего не покупать», – говорит она, «а потом потратить полмиллиона. Например, в ноябре я уже потратила 240 тысяч, купила две сумки. Хорошо одеваться – это важно. Никогда не могу отказать себе в дорогой обуви, в хороших сумках и духах». Ваня Барсиков пишет о том, что раньше хотел иметь семью, а теперь думает погулять ещё до 30 лет. Он не хочет, чтобы ему выносили мозг и не отпускали погулять с ребятами. В сети ходят слухи про Сергея Адоевцева. Его часто видят в клубах в состоянии алкогольного опьянения. А также он стал частым гостем свингер-клубов, куда обычно приходит один и заигрывает с девушками. Фанаты Жени Феофилактовой сравнили её с женой Трампа. «Меня часто с ней сравнивают», комментирует Женя. «Она мне очень нравится». Поговаривают о том, что муж Ксении Бородиной Курбан Амаров разорён. Он регулярно публикует объявления о сдаче помещений в аренду, а также уже не существует страницы марки одежды, которую он начинал когда-то раскручивать. Катя Жужа не понимает, почему Ксения Бородина перестала с ней общаться. «Мы не ссорились», говорит Жужа. «Я ничего плохого человеку не сделала». Бородина написала Жужа. «Ты мне мало уделяешь времени, ты мне мало пишешь». И на этом всё закончилось. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.